В июле уже в огород выйду там, ну за машину сяду. А так представьте, если бы я раз умерла, как-то не хочется. Дома Наталью Евгеньевну ждут трое детей и семь внуков. В декабре она поступила в кардиоцентр с обширным инфарктом. В апреле ей провели операцию по шунтированию. Пенсионерки несколько раз переливали донорскую кровь, вторую положительную. Я единственное всегда говорю, главное не алкоголика, а остальное все ерунда. Ничего страшного нету. Знаете, боятся в лес не ходить. Но благодаря донорам мы же и живем. В кардиологическом диспансере нет своего банка крови, только временное хранилище. За прошлый год здесь перелили более 300 литров. Во время операции с большой кровопотери на одного пациента заказывают пол-литра крови. Чаще всего нужны первая и вторая группы. При этом первая отрицательная подходит всем рецепиентам. Мы, имея план на оперативную активность на следующий день, мы созваниваемся с кровевым центром крови, с диспетчером. И, как говорится, просим у них, вежливо очень, и тогда настойчиво, чтобы обеспечить необходимое количество крови. А в центр кровь приносят сами доноры. К примеру, на площади Сахарова в Барнауле за пять дней этой недели планируют принять более 500 человек. Каждый сдаст по 400 миллилитров крови. Основные участники акции – студенты. Многие из них – доноры-рецидивисты. В этой акции она, получается, весной, каждую весну, осень проходит. Четвертый раз уже участвую. Считаю это как долгом своим, скажем так. Вот, помочь людям, типа, сделать все возможное. Что в моих силах. Понимаешь, когда эта кровь нужна людям, которая прям нужна, ну, прям такие с гордостью идешь. Большое-большое спасибо сказать тем людям, которые сдают кровь. Благодаря им, благодаря нашим врачам, сестрам, медсестрам. Ну, всем абсолютно мы живем. Встретиться с человеком, которому Наталья Гусенко обязана жизнью, невозможно. При заборе крови личные данные шифруются. Поэтому спасибо через экран пенсионерка адресует вообще всем донорам. Тареда Миллер, Александр Антропов. Наши новости. Петера.